Программа выходит при поддержке областной клинической больницы. Областная клиническая больница. Ваше здоровье. Наш престиж. И теперь есть возможность избежать серьезных осложнений. С помощью цифрового помощника специалисты уже поставили свыше 100 диагнозов. В целом технологии в области искусственного интеллекта очень востребованы на сегодняшний день в медицине и в целом в здравоохранении. И с помощью этих нейросетей мы сейчас оперируем больных. Например, вызывает скорую помощь пациент с жалобами на головные боли. Приезжает скорая помощь, предварительно ставит диагноз и инсульт. Привозит пациента к нам. На этапе диагностирования иногда наши врачи физически не могут увидеть зону поражения. То есть это в первые минуты. Даже компьютерный томограф не может определить, что у пациента идет инсульт. В чем прелесть искусственного интеллекта? Искусственный интеллект сразу подключается. С первых секунд он определяет, что у пациента есть зона поражения. То есть у него идет либо ишемический инсульт, или геморрагический инсульт. То есть с первых секунд очень хорошо помогает. То есть главное достоинство искусственного интеллекта в определении точности диагностики. То есть определяет нам диагностику. Дальше врач видит, что у пациента уже идет инсульт, и уже идет поражение. Не теряя ни секунды, мы сразу берем пациента в операционный зал. Это у нас сейчас мы в операционном зале отделения ангиографии. Ангиограф компании «Филипс». Здесь врачи работают круглосуточно. Пациент, минуя приемные покои, сразу определяется компьютерным томографом зона поражения. Искусственный интеллект нам дает, где именно идет зона поражения. Точность диагностики. Врач это все видит уже у себя на телефоне, на гаджете. Очень удобно. Врач уже одевается. Пациента заводим в операционный зал. Вот, допустим, данный пациент поступил нам вчера. То есть изначально пациент жаловался на головные боли. Приезжала скорая помощь. Молодцы, скорая помощь. Сразу они предварительно поставили инсульт. Это первые часы. Привезли к нам. Сначала мы без искусственного интеллекта посмотрели на компьютерный томограф. Мы там ничего не увидели. То есть зоны поражения нет. У клиника есть. Подключили искусственный интеллект. Сразу нам искусственный интеллект говорит, что у пациента есть поражение. Сделали ангиографию. Вот здесь идет сужение. Вот видите, да, полностью сужение. Здесь сужение идет. Далее мы быстренько взяли, сделали операцию, поставили стенд. Далее пошел уже кровоток. То есть тем самым мы спасли жизнь пациента от, так сказать, можно сказать, от смерти и от инвалидизации. Да, и от тяжелых последствий. Далее пациент, 90% пациентов ранее, если мы после операции определяли их в реанимационное отделение, сейчас сразу идут в отделение. То есть пациенты там 5-6 дней находятся, и далее мы их спокойно выписываем домой. То есть вот в чем достоинство и помощь искусственного интеллекта. То есть самое главное это вот сэкономить время, да, и своевременно, и точно уже поставить диагноз. Потому что, как известно, в инсульте это самая главная своевременность, да? Да, в инсульте есть такое понятие золотой час. Золотой час, то есть первые часы. Если пациент к нам поступает после инсульта, допустим, после 8, после 10 часов, да, вероятно, шанс на выздоровление очень малый, да. А если пациент поступает ранее, и искусственный интеллект в этом нам и помогает, тогда уже и исход очень благоприятный. Мы тем самым сейчас не будем останавливаться, то есть данный искусственный интеллект у нас работает очень хорошо, называется она Церебра, на латинском это головной мозг, да, Церебра. Далее мы хотим, сейчас мы задаем технические наши задания, вопросы, мы хотим усовершенствовать, чтобы они нам помогали в определении других диагнозов. Не только инсульта, допустим, определение аневризмы, или определение опухоли, или других поражений головного мозга. Такой цифровой помощник используется только в этой больнице? Да, в Шенкенте используется только в городской больнице номер 2, но я думаю, что и в других больницах сейчас будет использовать. Далее мы не только хотим по нейроинсульту, далее мы хотим и по гастроэнтрологии, то есть, чтобы искусственный интеллект вовремя нам смог определить, допустим, онкологические заболевания, метастазы, да. Но мы сейчас дали техническое задание, наши хотелки, и компания разрабатывает. А за какой период вам уже удалось настроить работу с искусственным интеллектом? Да, более полугода мы уже работаем. Я могу с уверенностью сказать, что сейчас с помощью искусственного интеллекта мы проводим великолепные операции, и все же в сравнении, допустим, если ранее не было искусственного интеллекта, поступали пациенты, и 50% из них либо погибало, либо они становились инвалидами, да. А сейчас такого нет, то есть, пациенты погибают в том случае, если они идут к нам в запущенной форме, то есть, через день обращаются к нам. Много пациентов бывает так, что они живут без родственников, и уже дома в обморке, кто-то их замечает, это уже поздний период, когда уже ничего невозможно сделать, да. Тогда, конечно, здесь и искусственный интеллект бессильный. В целом, сейчас, вот вы сами видите, да, очень хорошо работаем. Вот с начала года мы в целом сделали 485 операций по ангиографии, из них больше половины это по инсульту. Расскажите, а в чем все-таки недостатки такого цифрового помощника, и может ли искусственный интеллект в дальнейшем уже заменить врачей? Ну, смотрите, в дальнейшем, наверное, лет через 30-40, наверное, они могут быть нашими конкурентами, но это же все во благо пациента же. Почему бы нет, если, главное, спасти пациента, наверное, это через 20-30 лет. На сегодняшний день они не конкуренты, а наши помощники в установке диагноза, в ускорении диагноза, в установке диагноза. Многие сейчас, я у себя выставил в Инстаграме, и многие идут комментарии, почему врач сам не думает, почему вы подаетесь, почему роботы должны за вас работать. У нас понятие такое, мы врачи, любыми путями мы должны помочь пациенту. Почему бы нам не воспользоваться искусственными технологиями, и почему не воспользоваться услугами нейросети, когда можно точно поставить диагноз, но это же, еще раз говорю, это во благо пациента. Расскажите, а кто, может быть, подал идею именно использовать такую технологию? Ну, это год тому назад, есть разработчики, они работают в Алматы, они в режиме пилотного проекта установили, конечно, тогда еще только-только начиналось это все по нейросети, да, тогда было много еще непониманий, но сейчас уже мы как бы на одной волне, да, так скажем, по медицине с Европой, да, то есть у них тоже используется именно такой же искусственный интеллект, наш искусственный интеллект, который мы используем не хуже, наверное, где-то больше, наверное, лучше. Вот сейчас вы наглядно можете посмотреть, не только здесь идет ишемический инсульт, здесь и геморрагический инсульт, очень много пациентов к нам поступает, да, очень много. Допустим, за это лето мы были удивлены, когда в день поступало до 10 пациентов, то есть операционный зал практически не отдыхал, то есть сутками здесь проводились операции, и сейчас вот врачи сидят в ожидании, в любой момент, в любой час, экстренно могут оказать в течение 15 минут. Это важно, конечно. С момента поступления пациента в нашу больницу, то есть мы же оказываем помощь операционным путем, то есть хирургическим путем в течение 15 минут. Конечно, это все во благо пациентов, безусловно. Расскажите, а такие вот сложные, высокотехнологичные операции проводятся в рамках ОСМС? Да, да, конечно, безусловно. Все эти операции, все операции на головной мозг, инсульт, это проводится в рамках гособеспечения бесплатно для пациентов, бесплатно. Здорово, да, то, что у вас есть такое вот современное оборудование, как ангиограф, да, которое тоже очень облегчает работу специалистов. Расскажите, какие еще можно устранить заболевания, проблемы с помощью этого оборудования? Да, вы верно заметили, это наш ангиограф, наша гордость, это единственное в Казахстане, было установлено во время ковида, если я не ошибаюсь, в 2022 году. Ранее не было в этой больнице ни ангиографа, ни компьютерного томографа, хотя это считалось большой больницей. С помощью данного ангиографа мы не только спасаем инсультных больных, здесь мы проводим, допустим, такие операции, как удаление аневризмы. Это сложные операции на позвоночнике, сложные операции мы проводим по сохранению конечностей. Есть такое заболевание, сахарный диабет, чаще идет осложнение, диабетическая стопа, и раньше практически таких пациентов только ампутировали. Представляете, да, ампутация это какая-то катастрофа для пациента. Сейчас мы с помощью ангиографа, мы находим пораженный участок, пораженную зону, заменяем сосуд, ставим стенд, тем самым сохраняем конечность, нижнюю и верхнюю конечность. Это очень здорово, то есть ранее все пациенты проходили только ампутацию, да, это очень большая, ну, как бы, большая беда для семьи, для пациента, да, потерять ногу. Конечно, для качества жизни. Да, даже пальцы, да, ног. А сейчас вот с помощью стентирования мы устанавливаем стенд, находим пораженный участок сосуда, ставим туда, ну, как бы, новый сосуд, сразу же идет кровоток, сразу пациент чувствует, что у него потеплело ноге, да, и тем самым избегает ампутацию, мы сохраняем ампутацию, это и экономически выгодно. Это с реабилитацией также, да, ускоряется? Да, практически пациент на следующий день, он уже выписывается домой, он не становится инвалидом, он не становится обузой, государство за него не будет платить, да, вот такой механизм тоже, кстати, это все в рамках ОСМС, ГОБОМП бесплатно проводим. Помимо этого, сейчас мы активно развиваем медицинский туризм, как я ранее сказал, что наши врачи уже готовы оказать такие операции, которые проводились ранее только в Турции или в России, все эти операции сейчас мы практически у нас проводим. То есть жителям Шымкента уже не нужно доискать специалистов, куда-то выезжать в разные страны и города, то есть все в Шымкенте есть, необходимое оборудование специалистов и также все в рамках ОСМС? Абсолютно верно, я скажу, немножко поправлю вас, именно по нейрохирургии. По нейрохирургии мы сегодня, на сегодняшний день с уверенностью можем сказать, что по нейрохирургии мы проводим все операции. Эти операции ранее проводились в городе Алматы, Астана или в Ташкенте, практически все операции у нас проводятся сейчас здесь. Здесь недавно у нас была операция, длительность операции составила где-то 12 часов, удалили опухоль размером 10 сантиметров. Я у себя в соцсети выставил, пациентка у нас, если я не ошибаюсь, в Швейцарии что ли, да, женщина, молодая женщина, не смогли там прооперировать, она была и в Турции, и в России. Наши врачи взялись и удалили опухоль, сейчас она очень хорошо себя чувствует, это месяц назад было, она после этого недавно приезжала к нам, уже абсолютно другой пациент. Таких операций очень много проводим. Вчера мы буквально недавно провели операцию, пациент больной, 57 лет ему, он год тому назад упал с лошади, сломал шейные позвоночники, там было поражение нервов, то есть две руки, обе ноги не работали. Пациент ровно год лежал в постели. Он случайно увидел у нас по ТикТок или по Инстаграму, что мы проводим такие операции, обратился к нам, наши врачи посмотрели, сделали очень сложную операцию, длительность операции была более 8 часов, то есть они взяли из других участков нервы, сделали трансплантацию, восстановили. Сейчас пациент уже активно двигает ногой, руками и ногами двигает. Примерно через месяц после реабилитации мы надеемся, что пациент будет уже самостоятельно ходить без коляски, без помощи. Такие операции тоже проводим. Ваши специалисты реально творят чудеса, да? Да, да, да. Можно сказать, что они творят чудеса. Когда мы видим, что есть результат, когда уже пациент выздоравливает, мы, вся больница празднует этот день, мы все радостные, мы довольны, уходим домой, что хоть одному пациенту помогли, ну, как бы сказать конкретно. Здорово. Какие планы у вас на будущее? Что бы вы хотели еще внедрить в городской больнице номер 2? В городской больнице номер 2, конечно, мы хотим много чего внедрить, это первое. Очень много пациентов у нас сейчас поступает с цирроз печени, то есть очень много заболеваний печенью, буквально вы их можете посмотреть, в день поступают до 5-6 пациентов, причем с осложнениями, женщина очень много поступает. В планах мы сейчас уже начали делать операцию ТИПС, в прошлом году, в этом году мы сделали операцию ТИПС, это очень сложная операция, именно проводится, когда у пациента идет цирроз печени, большой асцит напряженный, очень успешно прошла операция, но на 2025 год, я думаю, что у нас будет увеличение бюджета, мы будем проводить больше таких операций. Ну, конечно, в планах очень много, потому что медицина на одном месте не стоит, сейчас уже она развивается, конечно, будем развивать направление искусственного интеллекта, в планах приобрести МРТ-аппарат, поставить, потому что многопрофильная больница требует МРТ-аппарат, а у нас сейчас пока КТ-аппарат. Большое Вам спасибо за интервью, конечно, желаем Вам процветания, чтобы современные технологии только работали во благо пациентам и, конечно же, врачам. И Ваши пожелания нашим телезрителям? В целом пожелания нашим телезрителям, нашим горожанам. Берегли себя, самое главное, сейчас очень много к нам поступает пациенты с мототравмами. Это очень печально, да, в день до 10 пациентов поступает. Здесь должна быть очень, как бы, настороженность, да, всем благополучия, не болейте. В мире отмечается День борьбы с бешенством. По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация в Шемкенте стабильная. С начала года случаев бешенства не зарегистрировано. Однако с начала этого года от животных пострадало 2234 человека. Как в Шемкенте борются с брядячими собаками и что делать в случае укуса животного, узнаете в нашем следующем сюжете. 63-летний Даулин Муталиев не ожидал, что его пушистая домашняя любимица не только может мурчать и ластиться, но больно царапаться и кусаться. И хотя с виду следы от укуса кошки казались незначительными, мужчина обратился к врачу. Домашний питомец не был привит. Кошка укусила домашняя. Ну, видимо, не в настроении была. Хотел покормить, но так получилось. Обратился за медпомощью. Спасибо врачам. Все грамотно, профессионально. Бешенство – это особо опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Вирус передается через укусы или царапины инфицированных животных. По словам врачей, не стоит игнорировать укусы или царапины, даже если животное кажется здоровым. Рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу, определить риски и назначить нужное лечение, включая вакцинацию от бешенства. Бешенство у людей как проявляется? У него признаки – это фотофобия, гидрофобия и аэрофобия. Человек не может пить воду, не может выйти на улицу, на свет, и шум ему будет мешать. Когда больной приходит, мы вот эту рану промываем проточной водой, мыльным раствором, потом на локализацию, насмотря на локализацию, мы делаем вакцинацию против бешенства. Это у нас иммуноглобулин и антиарабические вакцины. А иммуноглобулин, он быстро действует, чтобы помочь организму, а антиарабические вакцины у человека образуют как стойкий унитет от бешенства. Только профилактика от бешенства вакцинация считается лечением и профилактикой от бешенства. Поэтому сейчас новый современный по всему миру, по ВОЗу, один из же схемы, это считается 0, 3, 7, 14, 28 день. Мы в ответе за тех, кого приручили. Это не просто известная цитата, а призыв к действию. Специалисты напоминают, что для предотвращения распространения бешенства среди животных необходимо вакцинировать питомцев. Сообщить о бродячих собаках можно по номеру 109 или через приложение Айкумек для дальнейших действий. Признаки бешенства у собак проявляются повышенным слюноотделением, агрессивным поведением. Животное может нападать на людей и машины, остро реагировать на звуки и шум. Также у собак могут покраснеть глаза. Животных необходимо вакцинировать. Причем вакцинация предоставляется бесплатно. Важно, чтобы владельцы не отпускали своих собак, если не могут или не хотят заботиться о питомце. В таком случае они могут обратиться к нам, и мы заберем животное в временный приют. В дальнейшем его смогут забрать новые хозяева. Если же собака больна, наши специалисты могут ее усыпить. Жители всегда могут обратиться в ветеринарную службу, которая работает с жалобами на бродячих собак по номерам 45 05 05 или 45 05 22. Инкубационный период бешенства варьируется и может составлять от пары дней до нескольких месяцев, а в редких случаях может длиться до года. Длительность инкубационного периода зависит от места слюнения или укуса больного животного. Вирус быстрее проникает в организм человека при укусе конечности тела, а также при укусе лица, шеи или при множественных укусах. Вирус проходит в организм человека по нервным волокнам, также может разноситься током крови и лимфой. Он разрушает нервные клетки и на их месте оставляет специфические образования, названные тельцами бобешен негри. Спустя некоторое время вирус достигает головного мозга, в котором вызывает воспалительные процессы, фрактирующиеся тяжелой симптоматикой, приводящие к летальному исходу. С начала этого года в Шемкенте от окуусов домашних и беспризорных животных пострадало 2234 человека. Врачи напоминают, что даже на первый взгляд безобидные питомцы могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство. Специалисты рекомендуют избегать контакта с бродячими животными и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае укусов. 25 сентября 1818 года в мире была проведена первая операция по переливанию крови от человека к человеку. Это событие стало важным шагом в истории медицины и открыло новые горизонты для терапевтического использования крови в медицинской практике. Как сегодня сдают кровь и насколько это безопасно? Ларису Рубанову в Центре переливания крови знают все. Донором она стала 18 лет назад. Для нее это не просто акт доброты, а возможность помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. 49-летняя женщина уверена, доноры реже болеют, легко переносят физические и психологические нагрузки. Ну вот смотрите, если у человека есть возможность, ну как ничего не мешает, ничего не это как здоровье возможности позволяет, почему бы не сдать? Во-первых, это как все равно идет как обновление крови же у человека. Желательно, чтобы каждый пришел, все равно здесь не то, что как пришел, просто сдал и все. Все равно здесь, прежде чем сдать кровь, люди, ну как они сдают анализы, все это, это заодно все проверяется. Стать донором крови можно с 18 лет, не имея никаких инфекционных заболеваний. Перед сдачей крови донор получает полную информацию о процессе процедуры, возможных рисках и влиянии на состояние здоровья. Донором может стать любой сейчас, начиная от 18 лет и верхнего порога нет. То есть раньше было 60-65, сейчас можно, да, в зависимости от состояния здоровья. Анализы никакие сдавать не нужно, но не нужно принимать пищу, которая может потом вследствие дать хилез, то есть жирную пищу, майонез, молочные продукты, какое-то нужно сделать ограничение. Вообще кровь это, конечно, очень ценный компонент, до сих пор все равно никто не смог его синтезировать. Это самый такой бесценный, качественный продукт, который создало человечество. И для того, чтобы получить ценную и не соответствующую всем нормам безопасную продукцию, мы должны, первоначально донор приходит в регистратуре, его проверяют по базе. То есть не состоит ли он на учете в спид-диспансере, кожбен-диспансер, психоневрологический диспансер. И уже согласно этим данным базы проходит отбраковка. Если человек дальше проходит, то он, соответственно, должен, здесь уже идет принцип, не навреди донору. То есть мы должны знать, что у него нормальное состояние здоровья, адекватное, которое позволит ему безболезненно сдать 450 мл крови. То есть у него должен быть гемоглобин в пределах нормы. Уровень гемоглобина для женщин идет сейчас 120 мг на литр, мужчина 130. То есть не ниже вот этих значений. И дальше уже человек может сдавать кровь. И плюс еще обязательно перед донацией проверяют, аланинаминотрансферазу проверяют, это функция печени. То есть мы должны знать, что печень, это такое острое нарушение печени. Это не какое-то хроническое, не связано с каким-то заболеванием. Просто чтобы потеря крови никак не сказалась на организме. Центр крови оснащен необходимым специализированным оборудованием для сбора, обработки и хранения донорской крови и ее компонентов. Специалисты обеспечивают строгий контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и стандартов. Кровь делится на красные клетки и вот на плазма. Все, в основном у нас идут антитела, аллергического, любого иммунного характера. Все содержатся в плазме. Поэтому очень полезно сдавать еще плазмоферезом. То есть забирают чисто плазму, все вот это оставляется у вас свое же. И, соответственно, организму какое-то облегчение и состояние здоровья может улучшиться в данной ситуации при некоторых видах патологии. Так, мы работаем уже давно на современных автоматических технологиях, например. То есть руками мы практически ничего не делаем. У нас вот в данной ситуации работает аппарат. Это турецкий аппарат АКРОС. Мы уже с 2019 года с ними сотрудничаем. Очень замечательно. И по результатам исследований у нас каждый год проходит во всех центрах крови Казахстана два раза в год проходит оценка качества. То есть мы решаем контрольные задачи, которые нам отправляет Астана. Все благополучно. Поэтому вот я сейчас запускаю для вас образец крови донора. И вот хочу вам показать. Вот, например, почему вот эта технология считается референсная. То есть при взаимодействии разных групп крови происходит агглютинация. То есть склеивание красных клеток, поэтому кровь не смешивается. Если она не смешивается, например, где-то вне организма, поэтому это можно наблюдать вот в такой реакции колоночной агглютинации. Здесь комплексы, которые образовались, они при центрифугировании остаются сверху. Все, что осталось не взаимодействовано, оно при центрифугировании опускается вниз. В данной ситуации группа вторая. То есть это самый чувствительный и самый, будем сказать, референсный метод. Сегодня выделяют четыре основные группы крови. И самое редкое считается четвертое. Людям, нуждающимся в срочных операциях, пациентам с тяжелыми заболеваниями или тем, кто попал в ДТП, может потребоваться донорская помощь. Важно помнить, что каждая группа крови имеет свои особенности совместимости. Что играет ключевую роль при переливаниях. И в завершении нашего выпуска я поделюсь с вами полезными свойствами хурмы. Сезон обычно начинается в конце сентября и продолжается до декабря, в зависимости от региона и сорта хурмы. В это время фрукты становятся спелыми и сладкими. Их можно найти на рынках или в магазинах. Оранжевый плод популярен за свой сладкий вкус и полезные свойства. Хурма содержит витамины А, С и Е, а также витамины группы В, которые необходимы для поддержания иммунной системы и здоровья кожи. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, таких как бета-каротин, хурма помогает бороться со свободными радикалами. Что может снижать риск различных заболеваний и замедлять процесс старения. Хурма содержит клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры. Антиоксиданты и калий, содержащиеся в хурме, могут способствовать улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, снижая риск гипертонии и заболеваний сердца. Благодаря высокому содержанию витамина С, хурма помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций и простуд. Несмотря на все эти полезные свойства, важно помнить о мере потребления, так как хурма может содержать много сахаров. Наслаждайтесь этим удивительным фруктом и будьте здоровы! Областная клиническая больница Туркестанской области является ведущим медицинским центром региона, оказывающим высокоспециализированную помощь населению области. В отделении нейрохирургии оказывается весь спектр высокоспециализированных операций при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, дегенеративных заболеваниях и последствиях травм позвоночника. В ортопедическом отделении проводится оперативное лечение наиболее тяжелых заболеваний костей и суставов современными технологиями, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Нашими ценностями являются служение пациенту, приверженность к качеству, командная работа и социальная ответственность.